Всем привет! Меня зовут Маша и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах из секонд-хенда. Сегодня покажу вам последний день завоза из двух магазинов секонд-хенд, начну со смарт-стор, цена за килограмм 42 гривны. Курточка от бренда Florence and Fred, выполнена она из хлопка, довольно плотного, неплохого качества, бежевый приятный цвет, указан размер 10, но как-то сидит она слишком уж свободно, немного велика оказалась на меня, внешне понравилась, но как села не очень. Курточка новая, внутри даже сохранился пакетик с запасной пуговицей. Стоила она 26 гривен. Курточка косуха от бренда John Roche в 12 размере, черно-белая расцветка, воротник оформлен черным мехом, он синтетический, но на ощупь приятный. В составе основная часть синтетическая, с добавлением вискозы, хлопка и целого 1% шерсти. Состояние хорошее, она без дефектов. Стоила 32 гривны. Если тема секонд-хенда вам интересна, то не забудьте поддержать меня подпиской на канал, поставить пальчик вверх под видео, если оно вам понравится, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики, и, конечно, пишите комментарии, я все с удовольствием читаю. Джемпер от британского бренда в размере S, насыщенный глубокий зеленый цвет, вставки с более светлого оттенка, рука в три четверти, в составе 63% вискозы, 37% полиамида, он хорошо тянется за счет этих вставок. Эту вещь и не удержалась, и купила, понравилась, и как сел на меня, и качество хорошее, и состояние новое, и стоило недорого. Этот джемпер я также не удержалась и купила, несмотря на то, что есть небольшой нюанс, меня покорил красивый цвет, насыщенный, яркий, голубой, и также здесь шикарный состав, наверное, второй раз за все время я встречаю вещи с подобным. Выполнен он из 100% бэби альпаки, мягкий, очень приятный на ощупь, не колючий, в отличном состоянии, только на передней части есть крошечная дырочка, но она не сквозна, и в носке ее совсем незаметно. Очень неожиданная находка, особенно в последний день завоза. И еще одна довольно интересная находка, это удлиненный кардиган от бренда Нуга, размер очень маленький, приятный нежный бледно-розовый цвет, на рукавах и передней части вышивка нитками в цвет, плюс немного добавлено бисера, воротничок, стоечка, выполнен кардиган из 100% шерсти, в отличном состоянии, без дефектов и проплешин, стоил он 20 гривен. Продолжение следует... Кофта от бренда COS в размере S, темно-синего цвета, выполнена она из 100% хлопка, внизу вставка из шелка, выглядит неплохо, но не скажу, что состояние идеальное, на шелковой части присутствует небольшая белесость, ну в принципе состояние неплохое, стоила на 18 гривен. Этот джемпер я также купила от бренда GAP в размере M, понравилась расцветка, красивые оттенки, голубой, темно-синий, спущенное плечо, широкие горизонтальные полосы в сочетании с более тонкими на рукавах, все вместе выглядит хорошо и как сел на меня мне понравилось. Состав в принципе тоже неплохой, хлопок, нейлон и акрил, состояние без дефектов. Блуза от бренда David Jones в 10 размере, персикового оттенка, передняя часть атласная, сзади вискоза, на ощупь и к телу приятная, но состав сомнительный, стоила на 8 гривен. Еще одна блуза от бренда Papaya в 12 размере, вертикальная бело-голубая полоса, прямого кроя, свободная, объемная, понравился мне красивый расклешенный рукав, тонкая ткань, она невесомая, приятная к телу, выполнена блузой стопроцентного хлопка, новенькая, следов носки или дефектов я не обнаружила, и также ее купила. И эту блузу я тоже купила, несмотря на наступающие холода от бренда Boden в 10 размере, она темно-синего цвета, с коротким рукавом, простая, без каких-либо украшений и лишних деталей, состав хороший, вискоза и шелк, и состояние отличное. А это вещь из мужского отдела, рубашка от бренда Brave Soul в размере S, с коротким рукавом, она белого цвета, понравился мне очень рисунок, яркие попугаи небольшого размера по всей поверхности, очень интересная, необычно выглядит, ткань рубашки плотная, выполнена она из стопроцентного хлопка, не просвечивается и состояние хорошее, брать не стала, но взяла вам показать, стоила рубашка 6 гривен. Яркая блуза от бренда Nex в 12 размере, насыщенные и сочные цвета, короткий рукав фонарик, блуза объемная, тонкая, легкая, выполнена она из стопроцентной вискозы, отличный вариант на лето, можно и заправлять, и на выпус смотрится и так и так хорошо, но покупать ее не стала, до следующего лета я и забуду, что купила ее, стоила на 7 гривен. Платье от американского бренда N-Tailor, без рукава, оно белого цвета, прямого кроя, сбоку украшено довольно крупными пуговицами в цвет, они выполняют не только декоративную функцию, но и также расстегиваются для удобства надевания, простое и качественное платье. В составе леон и район, подкладка от цитат, стоило платье 14 гривен. Еще одно платье от премиального британского бренда в черном цвете, оно прямого кроя, длина чуть ниже колена, рука в три четверти, базовое, можно дополнить абсолютно любыми аксессуарами и делать разнообразные образы. Ткань довольно плотная, не просвечивается, хорошее качество выполнения и состояние хорошее. Стоило платье 17 гривен. Было еще несколько сумок, но конечно все в довольно плачевном состоянии, понравилась мне вот эта белая с интересной необычной ручкой, я такую вижу впервые, бренд мне не знаком, хотелось ее купить, попробовать восстановить, но я не уверена, что она кожаная. Стоило сумка 25 гривен. Это уже кожаная сумка-рюкзачок, приятный цвет, часто встречаю подобные в различных цветах, кожа хорошего качества, но потертая и поцарапанная. Стоило сумка 23 гривны. Из обуви были туфли-лодочки в 38 размере от Хоббс черного цвета на небольшом удобном каблучке, сочетание замши и гладкой кожи, лаконичный и в неплохом состоянии. Босоножки на танкетке из Денима от популярного британского бренда класса люкс, размер 38, внутри натуральная кожа, они новые, стоили 27 гривен. Это уже другой магазин, эконом-класс, также последний день завоза, цена 31 гривна за килограмм. Вещей было немного, выбор небольшой, но кое-что интересное удалось найти. Пулловер от Uniqlo в размере М, приятный нюдовый цвет, выполнен он из 100% шерсти со знаком качества. Не купили его, скорее всего, из-за того, что он сел и не соответствует размеру, других дефектов я не обнаружила, поэтому решила купить его для себя. Стоил пуловер 11 гривен. Укороченная рубашка от H&M, сочетание горизонтальной и вертикальной полосы, крупной, более мелкой, бело-голубой оттенки. Она с коротким рукавом, тонкая, легкая, выполненная из 100% хлопка, ее я также не удержалась и купила. Стоила рубашка 4 гривны. Атласная блуза в 12 размере. Я очень люблю подобный цвет, глубокий, насыщенный, изумрудный. К сожалению, выполнена она из 100% полиэстера, не очень приятная к телу, но внешне выглядит красиво. Покупать я ее не стала, хотя состояние новое. Стоила блуза 5 гривен. Еще одна блуза от Zara в размере S. Она немного удлиненная, выполнена в светлых оттенках, без украшений, без ничего, простая, с хорошим составом и неплохим качеством. Также мне понравилась и села неплохо, но решила ее не покупать. Стоила блуза 3,50. И последнее, что вам сегодня покажу, это платье от Zara в размере XS молочного цвета, с контрастной черной вышивкой на груди и по кромкам. Не плотная, немного даже просвечивается, в составе 100% хлопок. Стоила платье 6 гривен. На этом буду с вами прощаться, спасибо, что досмотрели видео до конца. Приглашаю вас в мой магазинчик в Instagram, ссылка, как всегда, в описании под видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok